Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Папа не может предпринять того, что я уже не ребенок и начинаю входить в взрослую жизнь. Люблю папу очень, но иногда чувствую несправедливость по отношению к себе. Подскажите, как называется это состояние у родителей и как можно этого избежать, благодаря вам за ответ. Ну, во-первых, состояние это называется по-разному. У кого-то страх, собственно говоря, взросление своего ребенка. У кого-то другие есть моменты. В зависимости от мотивации человека, вот, в этом состоянии, так скажем, пребывать. Может быть, это гиперопека, вот, такой вариант тоже вполне возможен, когда родители, вот, гиперопекают своего ребенка, вот, и боятся, что тот, став самостоятельным, что называется, наломают дров. Есть состояние профлекции, когда для, ну, собственно, для ребенка родители делают то, что он хотел бы для себя. То есть эти состояния можно назвать парадным. Правда. Другой вопрос, зачем эти состояния, как это называть? Ну, то есть, то есть, то есть, буквально, зачем, зачем эти состояния, как это называть? Вот. Это очень важный момент. Не для рационализации ли, хочется вас спросить. Да? Не для рационализации ли вам нужно назвать, как-то эти состояния, чтобы вам было, например, проще тому же папе, допустим, объяснить? Что с ним происходит? Нет, ну, папе вы, конечно, объяснить можете. Только если папа не считает это проблемой, а он, скорее всего, проблемой это не считает, иначе бы... обратился к психологу сам, вот, то толку от таких объяснений будет немного, поверьте. Далее. Далее. Ваше рикетное состояние. То есть, состояние, при котором вам, вот, неприятно. Как-то эта ситуация, в которой вы оказались, вот, называется несправедливость. И несправедливость, чувство несправедливости, на мой взгляд, здесь является следствием запрета на жест. Вы запрещаете себе злиться на отца, выставлять личные границы, пытаетесь его уговорить, пытаетесь его убедить. Вот, ну, в том, что вы правы, допустим, в том, что вы на самом деле, например, знаете, как нужно, да? На самом деле, знаете, как, ну, как хорошо, как, 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 как правило. Вот. Вот. Вы пытаетесь папу убедить, у вас это не получается. У вас не получается убедить папу. И от этого появляется ощущение несправедливости. То есть несправедливость от того, что папа не разделяет ваших взглядов, не принимает ваши позиции. Вот. Попробуйте увидеть. Пожалуйста. А что бы произошло, если бы он увидел? Как бы, как бы вы себя почувствовали бы? Тогда. Что бы это было за чувства? Как бы вы себя ощутили? Тогда. Что бы это было за чувства? Вот если вы увидите это, если вы заметите это, если вы заметите это, то, на мой взгляд, у вас появится шанс на то, чтобы ситуация эта. Как-то была бы разрешена для вас. Вот. Конечно же. А пока вы себе не отдаете в этом отсчет. Пока вы не отдаете себе отсчет в том, чего вы хотели бы. Пока вы не отдаете себе отсчет в том, чего вы хотели бы. и от чего возникает несправедливость. Следующий важный момент заключается в том, что вас эта ситуация задевает. как-то. Вам эта ситуация неприятна чем-то. Вот. Что бы папа не соглашается со мной. Вот. Папа не принимает. А, ну, ну, чего-то. И меня это ранит. А как меня это ранит? Чем меня это ранит? Как это происходит? Что меня ранит? Вот это тоже очень важный, конечно же, момент. Пока вы не увидите того, как вас принижают, как вас сдавливают, как буквально делают меньше. Это история с непринятием папы. Вот. Я думаю, что опять же, ситуация будет продолжаться. Избежать, как вы говорите, в этой ситуации нельзя. Потому что и родители, и дети чаще всего находятся в естественной зависимости друг от друга. Зависимости, возникающие в результате, ну, от детства ребенка. То есть, иными словами, это абсолютно нормально. Хочется, папа не понимает ваше взросление. Вот. Но когда вы пытаетесь ему доказывать что-то, когда вы даете ему понять, что его мнение, его принятие, его, ну, не знаю, благословение, если хотите. Вам важно, у него повышается тревожность. И он продолжает вам оставить. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи! Всего самого доброго! Всего самого доброго! Удачи! Удачи! Удачи!